Чуварские населенные пункты могут пополнить список самых красивых деревень и городков России. В республике работает экспедиция по Волжье. В ее составе эксперты, которые и определят уровень привлекательности поселков. Итоги станут известны совсем скоро. Тем временем... Козловку сами жители называют маленьким зеленым сердечком. Леса, холмы, волжские излучины создают особый природный ландшафт. Старинная часть города еще сохранила купеческую вальяжность, но рядом уже успели вырасти многоэтажки. И они, увы, явно не красят облик Козловки. В турмаршруте дом музея известнейшего математика Николая Лобачевского, дом купца Волчкова, он же дом со шпилем, смотровая площадка птичий полет, самая высокая точка над уровнем Волги, на территории республики и многое-многое другое. Мы рады тому, что мы живем на берегу Великой русской реки Волга, а летом наша Козловка превращается в маленький Крым. Сегодня вы можете в этом убедиться, сегодня жаркий день, город полон туристов, гостей, наших жителей. Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России» существует уже 7 лет. За все время к ней присоединились 25 участников, еще 40 в процессе вступления. Отбор идет строгий, есть свои критерии. Один из них – в таких городках, селах и поселках должно жить не более 30 тысяч человек. Просто по определению самых красивых не может быть слишком много, потому что это самые красивые. У нас 5 городков, мы принимаем городки, сохранившие свою связь с сельской местностью, такие традиционные исторические города. Экспедиция побывала в Ядринском, Марпосадском, Цивильском и других районах. Шансы войти в ассоциацию есть у многих городков и сел республики. Надо всего лишь сохранять свою аутентичность и развивать индустрию отдыха. Ульяна Пятакова, Сергей Емельянов, Республика.